Мир вам, дорогие друзья! Что испытывает мама, когда узнает, что ее сын употребляет наркотики? А что испытывает мама, когда узнает, что два ее сына наркомана? Как выжить в этой борьбе и выйти из нее победителем, которое длилось 20 лет? Екатерина Григорьевна, расскажите нам свою историю. Когда я выходила замуж, я мечтала о хорошей, дружной семье. У нас в семье родились два сына, Дмитрий и Виктор. Казалось бы, мы дали им все возможное. Они у нас были сытые, одетые, старались дать им хорошее воспитание. Сейчас я понимаю, что у нас самого главного не было в семье, это не было общения. Дети стали взрослыми, стали тайком курить, поздно возвращаться домой. Появился страх. Страх вдруг это наркотики. Я гнала от себя эту мысль. Но позже я узнала, что моего старшего сына с работы увезли диагнозом передозировка. Позже стал употреблять наркотики младший сын. Наркотики пришли в нашу семью. Я была в отчаянии. Дети начали выносить из дома мелкие вещи, стали вымогать деньги. Позже за преступление посадили старшего сына на 9 лет. Через некоторое время посадили младшего сына. Начались будни, поездки на свидания, передачки. Скажите, и на тот момент вы не пытались обратиться к Богу за помощью? Я верила в Бога давно. Я просила у Него прощения за неправильно прожитую жизнь. Мое сердце, оно всегда взывало к Богу. В молитве я обращалась к Нему и просила у Него помощи. Когда они освободились, я думала, что все изменится, и что дети мои не будут употреблять наркотики. Но все получилось иначе. Я понимала, что надо что-то делать, но я не знала, что. И не находила выхода. От безвыходности и отчаяния моя вера слабела. И вот однажды мой сын позвонил старше и сказал, что уезжает в Дом Милосердия христианский. На тот момент у меня было такое состояние, что мне было все равно. Я просто не верила ни во что. После долгих лет страданий за моих детей, мне было сложно поверить, что что-то может измениться. Скажите, вот в тот момент, когда вы встретились с Дмитрием, что с ним произошло? Прошел месяц, и мой сын первый раз ненадолго вернулся домой. Я увидела прежнего сына, его ясные глаза, сына, которого я любила. Мы долго говорили, он просил у меня прощения. За все то, что причинил мне много боли за эти годы. В Доме Милосердия я много думал о своей жизни. И когда моего сердца коснулся Бог, я осознал свою вину перед Ним и своими родными. Я раскаялся перед Богом. Я просил прощения у своей мамы за все, что сделал. Я верю, что никогда не причиню ей боль. И если будут слезы на ее глазах, то это будут слезы радости. После этих изменений я пришла в церковь. Я плакала, я благодарила Бога за все, что Он сделал. Но счастье мое было неполным, потому что младший сын до сих пор употреблял наркотики. Но у меня была надежда, что наша семья после долгих лет несчастье станет счастливой. А видя пример брата, Виктор не захотел поехать в Дом Милосердия? Нет. С Дмитрием мы просто заставили Виктора уехать в Дом Милосердия. Я говорила ему, что мне не нужен такой сын, который врет, обманывает меня, употребляет наркотики. Он утверждал, что он сам может бросить наркотики. Но согласился и уехал в Дом Милосердия. И вместе с Димой они там пробыли почти целый год. Они там помогали по хозяйству, служили. Екатерина Григорьевна, и как же сегодня живет Ваша семья? С того времени прошло больше пяти лет. Мой младший сын Виктор, сегодня руководитель Христианского Дома Милосердия в Москве. Он прошел этот путь и знает, как помочь людям, имеющим зависимость. Он стал ответственным, самостоятельным. Сегодня у него прекрасная жена. У них родился замечательный сын Пашенька, мой внук. И я очень счастлива за них. Я очень благодарен Богу и маме за ее молитвы, терпение и любовь. Благодаря ее стараниям я теперь знаю, что такое настоящая и крепкая семья. Мой старший сын Дмитрий тоже уехал во Владимир. И занимается работой с наркозависимыми людьми. Создал свою семью. У них родился прекрасный сын Левочка. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что моя семья стала счастлива благодаря Богу. Сегодня я помогаю созависимым родственникам. Мамам, папам, которые в отчаянии ищут выход для своих детей из проблемы наркомании. Я получаю огромное удовольствие, когда вижу, как родители начинают молиться, ободряться, зывают Богу, и Господь отвечает на их молитвы. Я благодарю Бога за все христианские дома милосердия, за программу «Превосходнейший путь», за нашу церковь, которая делает огромную работу с наркозависимыми людьми. Слава Господу! Эта история имеет счастливое продолжение благодаря молитве матери, которая имеет огромную силу. Если вы в борьбе, если вам тяжело, не отчаивайтесь. Продолжайте молиться, и Бог услышит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok